Редко рекламирую какие-то расследования, но на Ходорковский лайф вышло, по-моему, потрясающее расследование о том, как политическая элита, путинская политическая элита, окунулась во всю пучину разврата и похоти. Как оказалось, спикер Госдумы Володин, глава Сбербанка Греф, ходят в гей-клубы. Более того, главный пропагандист, один из главных пропагандистов России Антон Красовский вместе с Шуваловым, помощником Путина, устраивают квартирники и приглашают к себе мальчиков-исхортников. Патрушев, Кириенко и Собянин оказались непримерными семьянинами, более того, изменяют с проститутками-женом, а олигархи Путина, Рутенберг и Тимченко вызванивают эскортниц и более того, Тимченко выбирает себе 21-летних моделей и, учитывая, что они пользуются, как показали нам средствами контрацепции, отправляют их через медицинские различные обследования. Я не хочу вас спрашивать по поводу этих людей, как вы к этому всему относитесь, у меня вопрос другой. Во времена советского КГБ известно, что ставили прослушки, записывающие устройства во все эти гостиницы, на квартиры, вербовали этих эскортников и эскортниц. Как вы думаете, может быть, вы меня поправите, но вам не кажется, что вся эта информация о политических и сексуальных шалостях и неразборчивых отношениях Володина, Грефа, Кириенко, Собянина, Патрушева, уже лежит, если не на столе у Путина, то точно в ящике у Владимира Путина в стола и у главы директора ФСБ Бортникова? Ну, в общем-то, тут есть несколько вопросов. Вы сразу задали много вопросов, по сути дела. Разложение нравов в Римской империи времени упадка, как пел Акуджава. Ну, это, знаете, люди достигли того возраста, когда им хочется, видимо, как-то вплеснуть свежую кровь в свой организм. Еще кто-то из библейских героев, то ли Давид, то ли Соломон, обкладывался юными наложницами, чтобы согреть старческое тело. Ну, понятно, что чем больше люди кричат о морали, о нравственных скрепах, тем больше шалостей творится у них за закрытыми дверями. Это просто, знаете, фрейдовское предательство. Они выдают сами себя излишним интересом к тем или иным интимным деталям. А, по крайней мере, по многим фамилиям, которые вы озвучили, ну, в российской среде, в московской среде, это вообще секрет Пали Шинелин, многим давно известной гомосексуальной пристрастией. В общем, можно с уверенностью, с полной уверенностью сказать, что процент гомосексуалистов в российском руководстве сегодня гораздо выше, чем в обществе в целом. И вот это самое руководство одновременно, значит, требует от общества, от Европы, от всего мира отказаться от гомосексуализма и изобличает это как глубокий порог. Ну, это и смешно, и грустно, но надо сказать, что подобная двойственность, подобное двуличие, оно в целом свойственно российской политике. И я скажу так, что интерес к чужим постелям – это далеко не самое страшное то, что у них творится в этом плане. Думаете, у Путина… Работную бумагу обрабатывает, прочитывает. У меня так вот было неосознанное ощущение. А потом, когда я стал начальником Московского управления, я с этим столкнулся очень быстро. Потому что дело доходило до абсурда. Там, скажем, из министерства звонили, а ведь параллельно в Москве ввели оперативную деятельность и Московского управления, и Центральный аппарат. Мне говорят, Евгений Вадимович, а можем мы у вас там на недельку пару точек взять, позаимствовать, а мы вам отдадим, значит, в августе. Ну, вот таким образом мы обменивались техническими возможностями прослушивания. Тогда это было не так сильно. Конечно, старались следить. Конечно, особенно по верхам старались следить. Вот я люблю вспоминать такой эпизод. Мой знакомый Михаил Шмаков, председатель профсоюзов России, затеял ремонт кабинета. А ремонт кабинета требовал снятия панелей деревянных. И за деревянной панелью он обнаружил вот такой вот микрофон еще лежачий. Еще с конных времен, кого нужно было прослушать в Центральном аппарате в СПС. Точнее, зачем нужно было прослушать председателя ВЦСПС. Ну, понятно, что, видимо, судя по конструкции микрофона, начинался еще во времена Шверника какие-нибудь там дальние. Пятидесятые годы. Но сейчас возможности выросли многократно. Евгений Вадимович, ну все-таки у Путина, думаете, папочка на вот этих вот всех товарищей и видео лежат и у Бортникова? Да, конечно, лежат. Вообще говоря, в определенных кругах система управления воспринимает только тех людей, на которых есть папочки. Если нет папочки на человека, опасный человек, исповиновение может выйти. А если есть папочка, то его пригласят, папочку откроют и скажут, ты, парень, не зарывайся. Или, значит, вот папочка улетит в свет. То есть, конечно, он все это знает. Конечно, он не то, что поощряет, но и не осуждает это. Евгений Вадимович, интересно еще ваше мнение по поводу все-таки теракта в Крокус-Сити-Холле. Многое уже обсудили, многое уже известно или, заоборот, сокрыто. Мы до сих пор этого не знаем. Посадили этих таджиков. Но мне представляется, что это не единственная группа, которая орудовала. Вам не кажется, что ячейка ИГИЛ в Москве и в Подмосковье до сих пор активна? Что еще могут быть теракты? По-моему, уже 15 человек задержали в связи с принадлежностью. Если к этому добавить двух казахов, которых убили до того, в связи с подготовкой теракта в синагоге. Но мы понимаем прекрасно, что там открыты карты, можно сказать так. Потому что уже было решение Петербургского суда, в котором было сказано, но это мы с вами поминали, что эти террористы были завербованы через телеграм-канал, через какую-то там площадку в телеграм-канале, на котором ИГИЛ, исламское государство осуществляло вербовку. Это означает, что о канале они рассказали. На канал вышли, и всех его посетителей уже взяли на карандаш. И, судя по всему, посетителей там довольно много. Кто не спрятался, я не виноват, их, конечно, отлавливают сейчас. То, что это не конец, то, что это только начало процесса, это тоже очевидно. В России есть богатая вербовочная среда. Это среда рабочих, мусульман, во многом таджиков. Живущих порой в адских условиях, наблюдающих кипящую, бурляющую жизнь в Москве и проникающиеся ненавистью к ее обитателям. То есть, тут не надо даже выдумать большие основания для вербовки, все налицо. И это будет продолжаться. Исламское государство уже пообещало новые теракты, будет стараться вербовать новых людей. Но, по крайней мере, теперь понятно, что борьба на этом направлении воспринимается совершенно серьезно. Без того разгильдяйства, без тех колоссальных упущений, которые мы наблюдали в деле Крокуса. Вот там, конечно... Вот я хочу, кстати говоря, акцентировать внимание даже не на самом теракте. Тут как раз все более-менее понятно. И дальше будет катиться по накатанной, что называется. А я хотел бы привлечь внимание к тому, на что обратили внимание в первые дни. И что потом как-то ушло с экрана. Я имею в виду вот эти отрезанные уши, засунутые в рот пытки электротоком, выдавленные глаза. Ведь этого никогда не было, понимаете? Ни в гитлеровской Германии, ни в сталинском Советском Союзе. Где, конечно, все такие вещи практиковались, их не считали нужным выносить в свет. То есть, если уж человека показывали, то его показывали в более-менее благообразном состоянии. И не было статей о том, что там бравый пограничник Карацупа, задержав очередного шпиона на границе, откусил ему ухо, засунул ему ухо в рот, а потом еще и выдавил глаза. О таком газеты не писали. Понимаете? Почему? Да потому что и Сталин, и Гитлер понимали, что управлять народом, пусть даже одураченным, запуганным, легче, чем управлять толпой дикарей. А Россия на глазах превращается в толпу агрессивных дикарей. И очевидно, что Путин, который поначалу старался все это прятать, ну, Магнитского, допустим, убили непублично, и даже старались как-то перекрыть это дело каким-то процессом. Ну, короче говоря, правительство под этим не подписывалось. Власть под этим не подписывалась. А вот потом начались уже чудеса. Демонстративно убивали людей под камеру, убивали людей в Сирии, и никаких мер не было принято. Потом все помнят кувалду, расплющившую голову, вагнеровцу нужен, и что, какие-то меры были приняты? Нет. Теперь дело дошло до того, что сотрудники государственной организации, Росгвардии отрезают уши, выкалывают глаза, пытают электротоком, не стесняясь этого, а публикуют это. И что? Есть какая-то, где посадки? Где преследование виновных в совершении преступлений? Это же тяжелейшее преступление при исполнении служебных обязанностей работниками, наделенными особыми полномочиями. Ничего. Россия встала на путь одичания, который Путин только поощряет. Если вовне это проявляется в виде агрессии, то внутри этого проявляются в нарастающем вале вот таких демонстративных жестоких проявлений, которых в России, кстати говоря, не было, наверное, после расправы над Емельяном Пугачевым и его соратниками. Вы знаете, я недавно интервьюировал, кстати, посмотрите, пожалуйста, друзья, вышла эта беседа с Андреем Солдатовым. Я его называю «Грозой ФСБ», но на самом деле это главред сайта «Агентура.ру», где выходят, кстати, и тексты Евгения Савастьянова. Можете тоже читать их. И вот Андрей мне рассказывал о том, что если ранее до полномасштабного вторжения задействовались всего две службы – контрразведка и пятая служба ФСБ, то сейчас во время полномасштабной войны все службы ФСБ задействуются против войны в Украине. Можно ли сказать, что Путин благодаря этому готовит из ФСБ, делает репрессивную, военную, политическую полицию, по примеру НКВД, ОГПУ и так далее? – Ну, а чего не хватало? И последние годы мы все это наблюдаем. И что тут особого? Ну, конечно, когда спецслужба начинает задействоваться в войсковых операциях, там начинает торжествовать логика уже не спецслужбы, а так называемого СМЕРШа, когда надо любой ценой выбить показания. И суды принимают любые показания. Конечно, политическая полиция в России уже воссоздана в полном объеме. Она ни в чем не ограничена, она ничем не связана. И она опирается на полное безволие судов. Ведь главная проблема заключается в безволии судов, которые принимают любые доказательства и примут доказательства, полученные от людей, которых пытали. А как только судьи перестают быть судьями, а становятся частью исполнительного аппарата, частью репрессивной машины, ну все, понимаете, точка поставлена. Дальше уже нет вопросов о том, когда все это остановится. Остановится это может только верховным решением. А верховным решением мы не наблюдаем, и даже попыток этого нет. Мы не наблюдаем ни одного случая, когда бы Путин преследовал тех, кто совершает очевидное злоупотребление. Наоборот, идет покрытие. Помните, вот скажем, убийство Немцова. Там же был очень характерный эпизод. Дает после этого пресс-конференцию Путин. И в ответ на вопрос журналиста, это, кстати говоря, был даже не журналист, а это была Ирина Хакамада, которая каким-то образом бастили на пресс-конференцию. Она задала вопрос про убийство Путина, про убийство Навального. И Путин отвечает, что... Я не знаю, найдут ли заказчиков. Понимаете, в существующей системе управления это приказ. Помните, он говорит там, девочкам надо двушечку. Но они получили ровно двушечку. А здесь вы говорите, я не знаю, найдут ли заказчиков. Понятно, что система это воспринимает как приказ. Заказчиков не искать. Поэтому и здесь началась... Это не сразу происходило. Это происходило шаг за шагом. Но началась, развивалась и пришла к своему логическому завершению система создания мощного репрессивного аппарата. ...вести репрессивного аппарата. Продолжение следует... Продолжение следует...